Кыргызстан, обладая высоким гидроэнергетическим потенциалом, а это порядка 250 крупных и средних рек или более 140 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, освоил лишь малую часть и только в последние годы были привлечены инвестиции и стартовало строительство новых проектов в сфере энергетики. Словом, суммарно, гидроэнергетический потенциал рек может дать колоссальную мощность, которая вполне покроет внутренние потребности. Более того, этих мощностей хватит, чтобы создать резерв, необходимый для развития экономики и промышленности, а ещё для экспорта электроэнергии. Потому президент Садыр Джапаров неоднократно призывал и призывает инвесторов к сотрудничеству, в том числе в ходе зарубежных визитов. Мы сейчас используем только 13% от общего потенциала в 142,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Мы рассчитываем на финансирование международных партнёров по развитию в реализации нашего огромного гидроэнергетического потенциала. Считаю, что за счёт запуска проекта в сфере возобновляемых источников энергии можно достичь более эффективного использования и управления водными ресурсами в Кыргызстане и регионе с учётом выработки экологически чистой энергии, что будет способствовать укреплению энергетической, экологической и продовольственной безопасности не только нашей страны, но и других стран региона. Приглашаем инвесторов вкладывать в наши зелёные проекты. Для привлечения инвесторов идёт постоянный процесс совершенствования законодательной базы, направленной на улучшение инвестиционного климата страны, который предусматривает льготные условия для инвесторов развития возобновляемых источников энергии. Принята среднесрочная тарифная политика на электроэнергию, которая позволяет повысить эффективность и инвестиционную привлекательность проектов по строительству электростанции. По всему Кыргызстану сегодня возводят десятки гидроэлектростанций. Аккурат к дню независимости были открыты малые ГЭС в Кадамджае и Нуокате. Сразу два энергетических объекта в один день были открыты в конце июля в Джалабадской области. В Сузакском районе ГЭС Кокарт мощностью 6,8 мегаватт, а в Токтогульском районе ГЭС Кайнама, два агрегата которой будут выдавать 9,8 мегаватт. «Президент особое внимание уделяет строительству малых ГЭС, поэтому нам помогли быстрее оформить все необходимые документы и построить ГЭС в самые короткие сроки». Флагманом отечественной энергетики станет Камбарата-1. Запуск этой гидроэлектростанции имеет общереспубликанское значение. ГЭС позволит решить вопрос с энергетической безопасностью в стране, а особенно учитывая тот факт, что спрос на электроэнергию только растет. Инвесторы уже найдены и в ближайшем будущем при правильном и экономном использовании водных ресурсов страна начнет экспортировать производимую электроэнергию. Кыргызстан, находясь у истоков рек, систематически сталкивается с проблемой нехватки электроэнергии. И за последние два года страна сделала значительные шаги вперед, улучшив ситуацию благодаря реализации проектов по строительству гидроэлектростанции. Говоря о возобновляемых источниках энергии, в минувший четверг в Исокольской области стартовало строительство ветроэлектростанции. Ее мощность составит 100 мегаватт, а планируемая годовая выработка – 290 миллионов киловатт-часов. Хотя Кыргызская республика входит в число регионов с наибольшим потенциалом возобновляемых источников энергии, мы не использовали в своем потреблении энергию ветра, солнечную энергию и энергию биогазовых технологий. У нас более 300 солнечных дней в году, а сила здешнего ветра отражена в народных легендах. Начало строительства объекта запланировано на 2025 год. Также прорабатывается вопрос последующего увеличения введенных ветроэнергетических мощностей до 1 гигаватт. Производство энергии из ветра не приводит к выбросам вредных веществ в атмосферу или образованию отходов. Ожидается, что объекты возведутся в достаточно короткие сроки и что территория в непосредственной близости может быть полностью использована для сельскохозяйственных целей. Инвестпроект реализует акционерное общество «Росатом. Возобновляемая энергия». В начале этого года было установлено оборудование для проведения испытаний. Мы уверены, что создание новых энергетических мощностей поможет дальнейшему социально-экономическому развитию Сокольской области и Эргизии в целом. Благодаря той энергии, которая здесь будет вырабатываться, появятся новые предприятия, новые рабочие места, появится инфраструктура, улучшатся дороги. Все это будет способствовать в конечном итоге улучшению жизни людей, повышению жизненного уровня и развитию страны. Строительство ветроэлектростанции обеспечит Иссыкульскую область дополнительной энергией, а часть планирует экспортировать. Строительство объекта, безусловно, положительно повлияет и на социально-экономическое развитие области. По нашим подсчетам, прибыль от ветроэлектростанции, которую будет поступать в местный бюджет, составит порядка 60 миллионов сомов. Это не единственный проект в сфере возобновляемой энергии. Ранее, как вы знаете, была заложена капсула под строительство солнечной электростанции мощностью 300 мегаватт в селе Торойгар. А в конце прошлого года в Дубае было подписано трехстороннее соглашение между Кыргызским Минэнерго, французским Электриситет де Франс и Абудабийским Маздаром о реализации проектов в сфере возобновляемой энергии. «Заявляю готовность сотрудничать с Кыргызстаном, реализовывая проекты, заложенные в подписанном документе. Это соглашение – результат плодотворных переговоров между Францией и Кыргызстаном». «Хочу подчеркнуть важность реализуемого в Кыргызстане проекта – строительство Высокольской области солнечной электростанции. Используя свой многолетний опыт, мы хотим поддержать достижение цели вашей страны в сфере чистой энергии». Такие шаги, безусловно, будут способствовать притоку новых инвестиций. Это тренд будущего развития. Словом, энергетический вопрос, который длительное время был одной из ключевых проблем национальной экономики, теперь находит свое решение благодаря запуску новых энергетических объектов. Это позволит проектам в области возобновляемых источников энергии и других секторах стать более привлекательными для инвесторов и поможет развивать энергетику страны. Этого указа президента ждали многие инвесторы и крупные компании, которые хотят вложиться в энергосекторы нашей страны. Сейчас уже многие компании принимают участие в конкурсах по реализации зеленых проектов. Тем самым они выражают доверие и заинтересованность. Сейчас в первую очередь поставлена цель достичь энергетической независимости. Все эти проекты могут помочь Кыргызстану значительно снизить зависимость от импорта электроэнергии, повысить устойчивость и надежность всего сектора, а затем от импорта перейти к экспорту электроэнергии.